МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Действие материнского капитала будет продлено еще на два года, до 31 декабря 2018. Законопроект об этом размещен на портале раскрытия информации госорганами. В 2016 году он не изменится по сравнению с 2015 и составит 453 тысячи рублей. В 2017 и в 2018 годах его предполагается проиндексировать соответственно на 6% и 5,1%. Таков прогноз инфляции на эти годы подготовлены Минэкономразвития. Таким образом, в 2017 году маткапитал достигнет уровня 480 тысяч рублей, а в 2018 более 504,5 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке к документу. Впрочем, эти цифры не истинны в последней инстанции. В процессе подготовки бюджетов на 2017 и 2018 годы уровень индексации маткапитала может поменяться. Как сказал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев, механизм маткапитала стал самой эффективной и востребованной формой поддержки семьи. Продление программы позволит получить соответствующие сертификаты более полутора миллиона российских семей, отметил он. Конечно, это дополнительная нагрузка на бюджет, но решения все приняты, и мы на это пойдем, имея в виду исключительно важный положительный эффект. Такого рода решения добавил председатель правительства. В Ниницком округе с 2007 года материнский капитал получили более 2000 семей. Глава региона Игорь Кошин провел рабочую встречу с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Ярославом Ниловым. Губернатор поблагодарил либерал-демократов за поддержку инициатив регионального парламента на уровне высшего законодательного органа Российской Федерации. Ярослав Нилов в свою очередь отметил, что решить те проблемы, которые сейчас стоят перед обществом, можно только объединившись и консолидируя усилия представителей всех уровней власти. Мы, конечно, оппозиционная фракция, но мы фракция конструктивной оппозиции. Мы понимаем, что есть общие задачи, которые стоят, есть общие вызовы, которые требуют отторжения только путем общей консолидации и мобилизации. С 1 января 2016 года городское образование должно перейти в видение региона. Однако городская администрация не торопится передавать имущество школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Затягивание этого процесса ставит под угрозу образовательный процесс после Нового года. Чтобы не допустить срывов, городские депутаты решили взять инициативу в свои руки. И на внеочередную сессию вынесли всего один вопрос – внесение изменений в положение, которое поможет передать учреждения образования в видение региона, как того требует 95-й закон Неницкого округа. Окружной 95-й закон вступил в силу ещё в начале текущего года. С 1 января 2015 года все образовательные учреждения Заполярного района перешли под крыло округа. Город попросил отсрочки, чтобы решить все вопросы. Переходный период завершится 31 декабря. Однако до сих пор подвижек в этом вопросе со стороны мэрии нет. Татьяна Фёдорова в качестве аргументов приводит то, что передача полномочий приведёт к нарушению отраслевого федерального закона об образовании. В голове города какой закон исполняет? Закон об образовании, который напрямую передал на мете полномочий, который закреплен в 131-м законе, как это решение вопроса местного значения. Или выполняет 95-й закон, который взял и перераспределил. В октябре Верховный суд Российской Федерации поставил точку в споре мэра города с администрацией региона о правомощности 95-го окружного закона о перераспределении полномочий. Высшая судебная инстанция оставила решение окружного суда в силе, оставив апелляцию без удовлетворения. То есть 95-й закон был признан соответствующим федеральному законодательству, а значит, обязательным к исполнению. Администрация города сейчас спорит с тем, что это не закон. В октябре намечались подвижки в этом спорном вопросе. Татьяна Федорова подписала дорожную карту, в которой прописан весь процесс передачи школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Но на этом всё остановилось. Сейчас образовательный процесс в городских учреждениях образования в 2016 году под вопросом. В контрольную счётную палату поступил проект решения о бюджете муниципального образования муниципального образования городского города на 2016 год. В данном проекте решения финансовые средства на образование не заложены. Необходимые деньги на обеспечение работы школ, детских садов, учреждений дополнительного образования есть, но только в бюджете округа. Это порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Чтобы не приостанавливать работу и не нарушать конституционные права детей на образование, городские депутаты взяли инициативу в свои руки. Народные избранники определили перечень муниципального имущества, которое необходимо передать в регион. Всего это 20 объектов – 5 школ, 11 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования. А на внеочередной сессии приняли решение о внесении изменений в положение о порядке управления и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города. Изменения предусматривают тот случай, если администрация не будет выполнять полномочия по передаче. Данным изменением мы расширяем полномочия совета. И для того, чтобы не допустить бездействия со стороны депутатов, так как мы несем ответственность перед нашими избирателями, мы сможем выполнить функции по передаче учреждений образования окружным властям. Теперь глава города должна подписать принятое депутатами решение. А между тем до окончания переходного периода осталось три недели. Все предприятия и другие юридические лица, работающие в сельской местности, добывают подземные воды без лицензии. Об этом заявили специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и АПК во время обучающего семинара для глав муниципальных образований, который сейчас проходит на Янмаре. По словам экспертов, отсутствие лицензии – административно наказуемое деяние. Страф немалый – до 1 миллиона рублей. Разрешение на добычу подземных вод до 500 кубов в сутки с 2015 года оформляют в регионе. Раньше этим занимались федеральные структуры. Для получения лицензии заявитель должен направить к нам в департамент заявку и необходимый перечень документов к ней. А лицензия может быть предоставлена только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта требованием САНПИНов. Это одно из самых основных условий. В заявлении должны быть в обязательном порядке указаны географические координаты водного сооружения, будь то колодец, либо скважина. Также специалисты департамента природных ресурсов экологии АПК отметили, лицензия выдается только на платной основе. Стоимость – 7,5 тысяч рублей. Добавлю, разрешительные документы на добычу воды в сельской местности не нужны только тем, кто имеет в собственности земельные участки. Но и здесь есть свои нюансы. Объем добычи не должен превышать 100 кубов в сутки. При этом воду нельзя передавать третьим лицам и использовать ее в коммерческих целях. Так гласит закон. Что касается предприятий и юрлиц, которые до сих пор не имеют лицензии, то их в ближайшее время могут оштрафовать. Прокуратура данный вопрос не держит на контроле. В Наринмаре открылся съезд семейно-родовых общин. Для участия в мероприятии в Наринмар приехали представители 12 общин региона. Новый дом с доступной средой. Фонд социального страхования Нинецкого округа сменил прописку. Фонд социального страхования в Нинецком округе обрел свой дом. Организация работает на территории нашего региона 20 лет. Но все это время специалистам и посетителям приходилось ютиться в нескольких арендованных комнатах. С нового года региональное отделение переедет в современное помещение, которое построено с учетом всех современных стандартов, в том числе в соответствии с программой «Доступная среда». Фонд оборудован двумя широкими пандусами. Все услуги людям с ограниченными возможностями здоровья будут оказаны на первом этаже. Там же будет расположена кнопка вызова руководителя фонда. Региональное отделение фонда социального страхования по Нинецкому автономному округу обеспечивает техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов. Осуществляет страхование в связи с несчастными случаями на производстве, временной нетрудоспособностью и материнством. Организация создана в 1994 году. Все это время находилась в арендованном помещении в Доме быта. У нас все отделы были совмещены в одном кабинете. То есть трудозатраты возрастали многократно. Ну то есть в одном кабинете люди раньше обеспечивали санаторно-курортным лечением и технической средствами реабилитации и планированием. То есть это бесконечный процесс, который просто сложно осуществим в порядке организации труда. В данном случае у нас наконец-то люди будут в каждый отдел в своем кабинете. О таких условиях еще совсем недавно сотрудники фонда могли только мечтать. Строительство нового здания от выделения земельного участка до сдачи в эксплуатацию заняло 4 года. Самое главное, что оно сдано, что сюда будут приходить страхователи. Всем будет удобно, как работникам, как страхователям, так и людям с ограниченными возможностями, потому что здание построено в соответствии со всеми требованиями, связанное с доступной средой. Для посетителей своей двери новый дом фонда распахнет после Нового года. Сейчас завершаются торги на поставку офисной мебели и организацию рабочих мест сотрудников. Как сохранить традиции и адаптироваться в современных условиях? Ответы на эти вопросы ищут семейно-родовые общины Неницкого округа. Они собрались в Нарьинмаре. Ежегодно в столице региона проходят встречи коренного населения, ведущего традиционный образ жизни с представителями власти и бизнеса. Татьяна Сивцева приехала из Якутии поделиться опытом. Она – руководитель семейно-родовой общины «Эвенов». Община – это почти 200 человек, которые занимаются рыболовством, охотой, собирательством. Добытые дикоросы, рыба и мясо идут на питание. Излишки продаются, и семья имеет возможность купить необходимые товары. Мы ему уже дали право охотиться и реализовать согласно лицензии. Он может в районном центре реализовать. И это идёт доход физического лица. Мы этим даём людям работать на себя, на свою семью, прокормить, обучать детей. О социально-экономическом положении коренных народов, ведущих традиционный образ жизни в Якутии, Татьяна Сивцева рассказала на форуме семейно-родовых общин. По мнению гостя, чтобы родовые общины могли развиваться, необходима объёмная нормативная база. Она позволит коренному населению быть занятым и не стать иждивенцами. Этот вопрос актуален сегодня и в Ненецком округе. Нужно создавать возможности для того, чтобы семейно-родовые общины, колхозпроизводители стали зарабатывать сами. Чтобы увеличивались доходы, чтобы появилась возможность самим создавать и самим делать то, что необходимо каждый, кто из вас считает. Сегодня на территории округа ведут деятельность 30 семейных хозяйств. И только несколько из них могут позволить себе купить новую технику или построить жильё. Чтобы такая возможность появилась у большего числа людей, администрация региона ставит себе задачу – проработать нормативную базу. На форуме выступили и предприниматели. Они предлагают членам общины развивать въездной этнотуризм. Это будет ещё одна возможность заработать. Мы уже на новогодние праздники продали две группы по туру «Чумовые выходные» в Арктике. И я могу сказать, что интерес есть. И даже несмотря на то, что цены в нашем регионе достаточно высокие для среднестатистического россиянина, я думаю, что интерес будет развиваться в ближайшие годы. Семинар для семейно-родовых общин рассчитан на два дня. За это время представители КМНС могут задать вопросы по природопользованию, ветеринарии и социальной поддержке. Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В субботу в Наринмаре стартует чемпионат и первенство по мини-футболу Ниницкого округа. Принять участие в нём может любая команда. Их заявилось уже больше 20. В Москве завершился молодёжный форум «Российский Север». Он объединил 150 человек из 28 субъектов страны. Главным участником форума стала активная молодёжь, заинтересованная в развитии и сохранении потенциала своего народа, в их числе и представителей Ниницкого округа. Организаторы «Большой встречи» – Федеральное агентство по делам молодёжи и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. За 25 лет существования организации форум молодёжи проводится впервые. Коренные малочисленные народы немножечко всегда находились в тени. И в этом плане с годами сложилась вот эта активность, она аккумулировалась. И на таких форумах, на этих площадках все люди начинают активно-активно выражать свои мысли, работать. То есть там такие конструктивные предложения были. Ярослав Дмитрук – один из делегатов от Ниницкого округа. Говорит, участникам очень повезло. В течение недели ребята дискутировали на тематических площадках, творили в народных мастерских, встречались с экспертами и известными политиками. А главное – узнали друг о друге, о тех народах, которые сохраняют и развивают свою культуру. Мы столкнулись с такой ситуацией, что не то, что о нас никто не знает, о всех вот этих малых народах Севера, но и сами мы, как малые народы Севера, друг о друге ничего не знаем абсолютно. Кроме новых знакомств, участники получили приятные сюрпризы. Десять самых активных представителей КМНС, в числе которых и Ярослав, получили путевку в этноэкспедицию по Северу, Сибири и Дальнему Востоку. Она состоится уже в апреле 2016 года. Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Для развития массового спорта в поселениях НАУ появятся специальные координаторы. Решение предусмотреть штатные единицы, которые будут выполнять комплекс задач по воспитанию активного и здорового поколения в каждом населенном пункте, где отсутствуют физкультурно-оздоровительные комплексы, принято в рамках деловой недели НАУ-2015. Итоги и перспективы. На сегодняшний день ФОКи открыты в Нижней Пёше, Коткина, Неси, Оксина, Красным и Нельменом Носи. Соответственно, в других поселениях работу популяризации здорового образа жизни будут вести специальные координаторы. Они также будут задействованы для внедрения в муниципалитетах всероссийского комплекса норм ГТО. Сейчас в муниципалитетах занимаются подбором кандидатов, которые должны до конца года представить необходимые документы в соответствии с требованиями работы на базе образовательных учреждений. В субботу в Наринмаре стартуют чемпионаты и первенства Ненецкого округа по мини-футболу. Турнир традиционный, принять в нем участие может любая команда. Для участия уже заявилось больше 20 команд. 8 сильнейших по итогам прошлогодних состязаний будут сражаться в чемпионате. Это так называемая «высшая лига». Остальные команды примут участие в первенстве. Там принимают участие уже все остальные желающие команды. То есть на сегодняшний момент это 6 заявок предварительных. И в этом же году открывается третья группа ветеранов. Это в возрасте 35 и старше. То есть уже тоже предварительно 6 заявок. То есть в этом году у нас, так скажем, рекордное количество команд. Это получается в сумме 21 команда. Ну и в принципе могут принять все желающие, поэтому еще есть время дозаявиться. Правила игры традиционные. 4 в поле, 1 на воротах. В чемпионате 2 тайма по 30 минут. В первенстве 2 по 20. Итак, первые матчи состоятся уже в эту субботу. И игры будут проходить в дворце Спорта Норд. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...